Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Слово Святаго Иоанна Златоустого о девстве. Продолжение. Если же кто восхищается большой роскошью, например, множеством битвого мяса, избытком выпиваемого вина, изысканностью печенья, искусством трапезников и поваров, толпой у сотрапезников и гостей, тот пусть знает, что состояние богачей при этом нисколько не лучше состояния самих поваров. Как последние боятся господ, так господа боятся званых гостей, чтобы не быть осужденными за что-нибудь из приготовленного ими с большим трудом и издержками. В этом они равняются с поварами, а в другом даже превышают их, потому что боятся не только холителей, но и завистников. Часто у многих от таких перов зарождалась зависть, которая успокаивалась не прежде, как подвергнув их крайним опасностям. Ну, скажут, приятно кушать много и часто. Нет, от этой роскоши происходят головные боли, расстройства желудка, дышка, затмения в глазах, обмороки, умопомощение и другие худшие болезни. И ой, если бы эта неумеренность и вред от нее ограничивались только додневными неприятностями. Нет, большая часть неизлечимых болезней начинается от этих пиршеств. Подакры, чахотки, истощение, параличи и многие другие еще тягчайшие болезни, внедрившие из тела, удручают его до последнего издыхания. Какое же можно найти удовольствие, вознаграждающее за все эти бедствия? Какую суровую жизнь не предпочтет каждый, чтобы избежать всего этого? Не такова умеренность. Но она далека от всех этих зол и способствует здоровью и благополучию. Если даже кто ищет удовольствие, то при ней он получит его больше, чем при роскоши. И во-первых, от того, что она доставляет здоровье и избавляет от всех тех болезней, из которых каждая сама по себе способна затмить и даже совершенно уничтожить всяк удовольствия. Во-вторых, от самой пищи. Каким образом? Причиной удовольствия бывает аппетит, а аппетит возбуждается не присвящением и избытком, но нуждой и недостатком пищи. Он всегда бывает не на пирах богачей, но у бедных. Лучше всякого трапезника и повара прибавляют приготовленной пищей много меда. Богатые едят, не чувствуя голода и пьют, не имея жажды. И ложатся спать прежде, нежели придет к ним сильная нужда во сне. Бедные же не прежде приступают ко всему этому, как настанет потребность, чем более всего возвышают с удовольствия. Почему, скажи мне, Соломон называет сон раба сладким, говоря так? Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съест. Экклесиаста 5.11 Потому ли, что ложь его мягкая, но рабы большей частью спят на земле или на Соломе, или от свободы, но они не владеют ни малейшую частью времени, или от досуга, но они находятся постоянно в трудах и заботах. Что же делает для них сон приятным, как не то, что они прежде почувствуют, но жду в нем, и потом предаются ему. А богатые, если ночь не застанет их, погрузившимися в сон от опьянения, по необходимости постоянно страдают бессонницей, вертятся и томятся, лежа на мягких постелях. Можно было бы еще показать на неприятности, вред и срам в тех болезнях, которые и происходят от роскоши. Души гораздо более хуже, чем в теле. Она делает людей изнеженными, женоподобными, дерзкими, чеславными, невоздержанными, надменными, бесстыдными, раздражительными, жестокими, подлыми, крыстолюбивыми, низкими и вообще не способными ни к чему полезному и необходимому. Умеренность же производит все противоположное этому. Но теперь надо обратить речь на другой пример. Прибавив это одно, потом мы опять займемся апостольскими словами. Если же, кажущийся радостным исполнен от таких зол и навлекает такой поток болезней на душу и тело, то что сказать о печальном, например, от страхе перед начальниками, о нападениях народа, о кознях, леветников и завистников, что в особенности окружает богачей, отчего и жены еще больше должны страдать, не имея сил переносить таких превратностей мужественно. Продолжение следует.